Я Алисия Гафарова, являюсь мастером продаж компании Atomia. И сегодня я хочу вам рассказать немного о том, что такое автомастер и как им стать, что для этого нужно сделать. Значит, автомастер, то есть само название говорит уже само за себя, это то, что вы автоматически должны становиться либо мастером продаж, либо бриллиантовым мастером, ну и так далее. Все мы с вами знаем, у нас семь замечательных рангов, которые вознаграждаются хорошими денежными средствами. Для начала, для того, чтобы стать мастером продаж, ой, автомастером, к чему мы сейчас все стремимся, наверное, да, те, кто совсем недавно начал заниматься бизнесом компании Atomia. Значит, автомастер, для того, чтобы стать автомастером, необходимо, чтобы на личном ID у вас было 700 тысяч PV. Ну, скажем так, для начала, да, для того, чтобы стать мастером продаж в компании Atomia, необходимо, чтобы на личном было 700 тысяч PV. И в ваших обеих ветках, в левой и в правой, должно пройти по 2,5 миллиона PV. Не нужно забывать, что у нас есть определенные два конкретных периода. Это с 1 по 15 число месяца и с 16 по конец месяца. Это очень важно помнить. Так вот, автомастер – это тот партнер, который каждые две недели становится мастером продаж, вот исходя из этих условий. Но также вы, наращивая свою команду, структуру, вы увеличиваете под собой товарооборот, также вы увеличиваете личный PV на личном ID, вы далее уже становитесь и автобриллиантом, и автошаронской розой, ну и так далее, все семь рангов. Что важно понимать и что важно делать для того, чтобы стать автомастером? Конечно, можно одним словом сказать, нужно работать. И вот как мы все говорим, что Атоми – это для каждого из нас, это личный бизнес, это личная бизнес-платформа. И только от нас с вами, от каждого из нас зависит, с какой скоростью мы будем двигаться, и как быстро или не совсем быстро мы придем вот к нашей цели. Это автомастер. Вообще вот империал-мастера наши, их на сегодняшний день 10 человек, на сегодняшний день они говорят, что автомастер – это полпути до империал-мастера. И на самом деле, наверное, так. Это огромное колесо, которое начинает крутиться. И больше, наверное, скажу, когда мы с вами постоянно ставим для себя цель, чтобы каждые две недели мы становились мастерами продаж и так далее, дальше по рангам выше. Наверное, это входит в такую замечательную привычку, от которой потом очень сложно избавиться. И более того, хочу сказать, от нее и не хочется избавляться, потому что мы понимаем, что мы начнем таким образом улучшать свое финансовое состояние. И будем видеть, что независимо от того, как сказать, независимо даже от нашего настроения, мы все люди, у нас бывает немножко грустное настроение, бывает какой-то день, когда немножечко мы, скажем так, неработоспособны, да, но независимо от этого наша замечательная команда растет, то есть и таким образом у вас идет товар-оборот и становитесь, постоянно выходите мастерами, подтверждаете автомастерство. И это очень круто. Но когда такая ситуация, поверьте мне, останавливаться совсем не хочется, и, наверное, настроения уже плохого никогда не будет. Вот. Ну, что для этого нужно? Работать это понятно. Вот. Как работать? Очень важно не закрывать рот в хорошем смысле этого слова, потому что работа сетевика – это наш замечательный ротик, язык, это замечательные наши знания о продукции, о маркетинг-плане, где бы вы ни находились, на отдыхе, разговариваете вы с соседкой, или вы зашли в магазин и встретили знакомых, на улице, в салоне красоты и так далее. То есть везде-везде-везде мы, наверное, должны говорить о компании, о продукции, то есть, ну, скажем так, презентовать ее, приглашать. Все это должно быть не с точки зрения уговорить, а это должно быть с точки зрения убедить в хорошем смысле этого слова о том, что здесь продукция действительно абсолютного качества, вот, по абсолютной цене и о том, что здесь самый честный маркетинг-план. Но на самом деле, как Юрий говорит, очень правильные вещи, что о бизнесе сразу говорить не нужно людям, потому что, ну, это менталитет, наверное, России, немножко у нас люди пока еще пугаются, нужно три месяца, два-три месяца для того, чтобы потенциальный наш партнер влюбился в продукцию, то есть это то время, когда он привыкает к продукции, влюбляется, за три месяца можно попробовать много очень разной продукции и потом уже потихонечку, скажем так, подводить его в бизнес-партнерство. Вот. Что очень важно для нас? Обязательно мы должны научить своего партнера, уже, скажем так, зарегистрированного, научить самостоятельно делать регистрацию. Это очень важно. Научить самостоятельно делать заказ. Это тоже очень важно. Вот эти вот две вещи, плюс еще третье, конечно же, партнер должен, скажем так, обладать знаниями о продукции. Не нужно очень, скажем так, на начальном этапе, не нужно изучать досконально состав вплоть до каких-то такой сложной терминологии. Нет. Простому обывателю, простому человеку, которому пользуются пастой, щеткой, ежедневно шампунями, ему достаточно знать про основные ингредиенты, как они помогают, что действительно они работают. Вот что важно услышать. В первую очередь, наверное, на первом этапе человеку ни в коем случае не нужно нагружать информацию очень объемной, большой, потому что, как правило, люди, они очень большую информацию сразу, тем более новую информацию. Это очень сложно усвоить, запомнить и, более того, потом еще и передать. Нет. Самые важные четкие моменты, для чего это надо, чем помогает, и что да, это действительно работает, и поделиться какими-то реальными отзывами. Вот. И вы знаете, вообще психология человека, она устроена так, допустим, вы зарегистрировали партнера, вот хочу, скажем так, вспомнить слова Юрия, да, когда он говорит, что зарегистрировать партнера – это еще абсолютно ничего не значит. То есть мы должны своих партнеров ввести до конца. Скажем так, ну, до конца, может быть, не совсем там до империал-мастера, но в любом случае, когда у вас будет такой партнер, там вы будете постоянно вместе на связи, постоянно вместе работать. На начальном этапе до конца это, как бы, знаете, наверное, для начала это до того этапа, когда человек уже начнет получать степы, возможно, да, когда вы будете четко понимать, что ваш партнер, он четко понимает маркетинг-план, он знает, как разговаривать с новичками, он знает, о чем говорить, знает о продукции, знает, как регистрировать и знает, как делать заказ. Это очень важно понимать. Потому что, смотрите, так устроена психология человека. Допустим, вот я начала, да, вы зарегистрировали партнера, ну и все, в общем-то. Да, вы его привлекли на акцию, он там сделал покупку, и, возможно, если ему повезло, он еще и в розыгрыше выиграл подарок. Ну и, в общем-то, как сказать, покупку вы сделали за него. И потом человек сидит и думает, допустим, у него заканчивается паста, и он говорит, так, мне надо Олесе позвонить, чтобы она мне снова пасты заказала. Ой, ладно, вечером позвоню. Вечером с работы приходит, устала. Ой, ладно, Олесе завтра позвоню. Ну и, в общем-то, вот так вот завтра-завтра это начинает откладываться, а потом она зашла в магазин, вспомнила, что нет пасты. Ой, ладно, куплю пока вот колгейт, а потом Олесе позвоню. И, в общем-то, таким образом вот это все, скажем так, откладывается и, возможно, потом вообще даже и не закажется. Вот, а если человек четко знает, как сделать заказ, он просто заходит, то есть он никого не ждет, ему никому не нужно звонить, он заходит и делает заказ. Вот, и таким же образом происходит и регистрация. Когда вам партнер говорит, давай я не буду регистрироваться, заказывай, пожалуйста, сама для меня, в таком случае, что делаю я? Я говорю человеку, слушай, но зачем ты будешь дарить кому-то свои баллы, да, пиви? Зачем? Я тебя зарегистрирую. Это ничего не стоит. Это у нас есть отличные преимущества, все о них знаете, что регистрация абсолютно бесплатная. И я обязательно это говорю в первую очередь. Это ничего для тебя не стоит. Это интернет-магазин глобальный. Вот, и более того, когда ты будешь для себя покупать, у тебя копятся баллы. И также важно, когда у тебя кто-то просит, не нужно за них делать покупки. Ты создай им личный кабинет, и пусть и научи их делать заказ. Наши двери у офиса всегда открыты. Люди приходят, учатся делать заказы, учатся также регистрировать новых партнёров. И то есть, когда я человеку говорю, что ты даришь кому-то баллы, а баллы – это будущие деньги, ну так оно и есть. Может быть, это вначале очень громко сказано с моей стороны, но тем не менее это так и есть. Баллы, пиви – это будущие деньги. И тогда человек задумывается, думает, ну а что мне стоит, в принципе, да, зарегистрироваться и, в общем-то, делать заказы. Зачем я буду кому-то что-то дарить? Тем более, если это будущие деньги. Вот. И таким образом люди идут со мной на сделку, на хорошую. Вот. Покупают самостоятельно, рекомендуют другим. И вот таким образом растёт команда. Команда, которая сама самостоятельно умеет делать первостепенные задачи, вещи, вернее, да, для того, чтобы вас вывести на автомастерство. Вот. И вы знаете, ещё я сталкиваюсь с такими вопросами. Зачем ИНН? Давай без ИНН меня регистрируй. Я объясняю человеку. Да, ИНН можно и без ИНН зарегистрировать. Но таким образом ты не сможешь получать вознаграждение. Они у тебя обязательно пойдут, потому что ты порекомендуешь продукцию, которая тебе понравилась другим своим близким, родным, коллегам, соседям и так далее, друзьям. Вот. И они также захотят её приобретать. Ну и таким образом получается такая цепочка. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что регистрируйте сразу партнёра с ИНН. И говорите, что ИНН нужен для того, чтобы у вас копились групповые баллы, и за это вы получали потом вознаграждение. Это может быть человек через три месяца решит, может быть через год, а может быть через три года. Но в любом случае, как мне кажется, основное количество партнёров, которые приходят, мы все, я думаю, пришли сюда именно на продукцию. Очень мало людей, которые пришли сразу сюда на бизнес. Вот. И поэтому рано или поздно все начинают заниматься здесь именно бизнесом. Вот. Что ещё хотела сказать по поводу автомастерства? Как уже говорили не раз на лидерских клубах, да, это уже, скажем, такая внутренняя арифметика компании Атоми. Всё это уже подсчитано и проверено не раз. Для того, чтобы стать автомастером, вам нужно 50 автопотребителей. Ну, скажем так, 25 слева и 25 справа. Возможно, это будет не один человек, это будет целая семья. Ну, скажем так, пусть это будет 50 семей. Вот. Когда они становятся автопотребителями, а это те партнёры, которые на постоянной основе пользуются продукцией Атоми. Я даже не говорю о каких-то, ну, скажем там, о наборе Абсолют, да, по уходу за лицом. Я говорю про самые обыденные вещи, которые использует любой человек. Пасты, щётки, шампуни, крема, витамины, комплексы, мыл для рук, для кухни, ну и так далее. Очень много всего. И когда люди становятся автопотребителями, то есть это всё приводит нас к автомастерству. Вот. На сегодняшний день я пока ещё не автомастер, но уже постепенно, потихоньку я понимаю, что каждые две недели у меня, скажем так, обороты растут. И, конечно, это меня очень сильно подстёгивает, это очень сильно меня, как сказать, заряжает, наверное, да. И я понимаю, что действительно нужно быть, как сказать, не быть, а придерживаться правилу один-один-один, да, вот как нам Юрий постоянно напоминает об этом. Это одна встреча, одна регистрация, одна покупка в день. И на самом деле, это, представляете, вот 30 человек, 30 покупок и на разное количество биви. На самом деле, это, наверное, и есть такой хороший шаг вперёд к автомастерству. Что ещё хотела сказать? Вот прям буквально-буквально вылетело, вылетело с головы. Так, ну, может быть, есть какие-то вопросы, о чём вы хотели узнать, спросить, если там есть новички на лидерском клубе. Вот, но все мы стремимся к автомастерству. Я, конечно, всем желаю, чтобы, несмотря, несмотря на наше настроение, несмотря на то, что сейчас, ну, скажем так, происходит, да, в мире, нужно оставаться позитивными людьми, нужно думать только о хорошем, чтобы был мир во всём мире, чтобы мы все с вами были дружны, тем более для нас это очень актуально. Почему? Для нас, я имею в виду, как для партнёров компании Atomino, и просто как человека в этом мире, потому что наша компания – это международная компания. Вот. И я думаю, что мы должны все дружить, мы должны все вместе работать и, скажем так, друг другу помогать. Вот. Иначе это, ну, компания Atomino – это такая командная работа. Да, вот, вспомнила, что я хотела ещё сказать. очень большой ошибкой у партнёров, которые сразу пришли на бизнес, скажем так, и не до конца разобравшись в маркетинг-плане, считают, что здесь можно вложить, ну, скажем, есть там свободные средства, да, большие деньги есть свободные. Вот сейчас я вложусь, стану стармастером там, или даже, ну, роялом, конечно, немножко посложнее там будет стать сразу, но стану стармастером, и всё, и будет всё хорошо. Нет. На самом деле, здесь, от того, что вы вложитесь, ну, это будет такой, это будет единичный такой момент, когда вы словите степы, возьмёте, допустим, хорошее мастерское вознаграждение, ну, и на этом, собственно, всё. Почему? Потому что мы все с вами знаем, что в компании Atomi здесь вознаграждения получаются не от, скажем так, продаж, как Пак Хангиль сказал, здесь у нас не продажи, у нас здесь рекомендация, и здесь вы получаете вознаграждение от товарооборота под собой. Соответственно, чем больше привлекаете вы потребителей, чем больше вы привлекаете партнёров, свою команду, это и ведёт к стабильному товарообороту постоянному, который будет постоянно, постоянно расти. Ну, и соответственный итог – это автомастерство. Вот. И в заключение, в заключение, наверное, хочу сказать, что, как я сегодня вот написала, да, мы вообще счастливые люди на самом деле, мы счастливые люди по многим причинам, есть семья, родители и так далее, и так далее, детки, работа, а ещё мы с вами счастливые люди, вот именно нас с вами связывает то, что у нас есть компания Atomi на самом деле, и у нас есть абсолютно все инструменты, причём которые нам предоставлены абсолютно бесплатно, инструменты для построения и ведения бизнеса Atomi. Я думаю, будет, наверное, глупо не воспользоваться этим, просто нужно немножко поработать, потому что, ну, деньги никогда просто так не достаются, никогда. Я думаю, наверное, не у каждого из нас есть бабушка, о которой мы не знали, которая живёт где-то во Франции, очень богатая, которая, скажем так, оставит наследство нам многомиллионное в евро. Ну, нет, конечно. Поэтому я желаю всем достигнуть вот этого, скажем так, вот этого уровня, быть постоянно автомастером, автобриллиантом и так далее, и так далее, работать, не унывать, выше нос, вперёд. Мы уже счастливые люди, и сейчас наша задача сделать всё с помощью Атоми и благодаря Атоми сделать всё, чтобы были счастливыми наши дети и внуки. Вот, то есть мы, скажем так, готовим почву, мы уже платформу создали свою личную, но мы сейчас готовим почву для своих детей, для своих внуков, почву такой вот прекрасной, беззаботной жизни. Атоми даёт все абсолютные инструменты. Спасибо.